Первое, так сказать, что очень было приятно в Воронеже побывать. Давно не был, был последний раз в 98-м году, с ним память не изменяет, когда Факл вылетел в Фримерлиги. Потому что это футболный город, здесь должна быть команда, я думаю, что хороший подбор игроков, хорошие тренеры, помощника я очень хорошо знаю, Ханкеева Игера. Я думаю, что как болельщики здесь любят футбол, Факл должен быть в ближайшие 2-3 года в Премьерлиге. Это будет всем очень приятно, потому что здесь приятно было играть, будучи футболистом при полном стадионе. По игре скажу так, что первый темп был, что с нашей стороны, что со стороны Факл очень интересный для болельщиков. Ну, я понимаю, у наших ребят, у нашей команды, потому что психологически будет весь сезон на последнем месте, такую груз как бы давит. А это самая сложная психология в футболе. Из-за этого много брака, боязнь ошибиться. Второй темп, так более активно провели, особенно хозяева поля, что чувствовали, что хорошая команда и физически готова, и исполнители есть хорошие. Насчет своих ребят скажу, что я благодарен, они отдали очень много сил, и травмы с этим замены были. Поэтому, а так, я думаю, что играть нечего не было. Если так взять, просто нам повезли. Пожалуйста, вопросы. В каких компонентах вы сильнее хозяев оказались? Или, может быть, у удачных больше? Ну, а у нас сильнее, это при стандартах разгул забили со стандарта. Это уже плюс. Просто по горячим следам надо будет смотреть, проанализировать статистику. Это то, что бросилось в глаза. Количество ударов, створ на два удара больше. Сделали мы створ. Надо просто после анализа уже такого конкретного о чем-то говорить. Минимум созданных моментов. Первый тайм. Огромное количество потерь в центральной части поля. Медленное развитие атаки. Грубейшие ошибки в линии обороны. Весь комментарий. Пожалуйста, вопрос. Сегодня один из худших матчей в весенней части чемпионата. По сумме того, о чем вы говорили сейчас. По сумме ошибок, обрезок и всего остального. Я думаю, да. С чем это связано, Павел Патеринович? Наверное, с уровнем мастерства и уровнем мотивации. Мотивация должна быть в этой игре была запредельная мотивация. Если мы стремимся решить задачу попасть в таковые игры запредельные. Но с такой мотивацией сложно выигрывать такие игры. Но это значит, что у вас слов проникновенных не хватает для них или как? С одной стороны, есть уровень мотивации высокий. С другой стороны, люди на поле не показывают ее. Это как? Это зависит от уровня мотивации людей. От игроков. Наверное, я не смог убедить их в этом. Наверное. Хотя делал это сразу после Динамо. Но не до всех, видно, дошли мои слова. И требования не до всех. Будем разбираться. Ну, после матча с Динамо там звезды Факела говорили, что вот мы сегодня вышли биться за Пантелеича. После неудачной игры дома мы там зубами грызли. Будем грызть всех в последних трех матчах. И люди выходят на поле. Слова сделаны. Получается, расходятся. Ну, во-первых, звезды Факела. Это не совсем понятно. У нас есть команда Факел. Если команда Факел чего-то хочет добиться, то они должны с супер настроем играть. С супер настроем играть. Ну, получается, что да. Где-то в ваших словах есть доля истины. Если люди говорят одно, а на поле делают другое, то получается, вы правы, что у них слово с делом расходятся. Ну, это от головы идет? Это психология все-таки? Я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, да. Пантелеич, ну, все теперь. Сказка красивая кончилась, именуемая стыковыми матчами. Или там какие-то у нас мифические шансы есть вот так вот по раскладу. Хотя с таким отношением там. С таким отношением, как сегодня команда показала какую игру, шансов нету. Если будет в двух оставшихся играх такое отношение, как с Динамо, тогда шансы еще сохраняются. При определенных раскладах они сохраняются. Сохраняются. Пусть это такие уже, скажем так, не от нас зависящие. Вот сейчас в этой ситуации все от нас зависело. С учетом того календаря, который есть, команды, которые играют между собой, игры между собой, то шанс у нас был. При трех победах мы спокойно могли занять четвертое место. А при дух? При определенных раскладах, опять же, не от нас уже зависящих. Не от нас зависящих. А как в этой связи настраивать команду после такого на два оставшихся играх? Сейчас будем анализировать, будем смотреть. У нас есть ребята, которые не получали шанс, как они сейчас будут себя проявлять в тренировочной работе. Но то, что ротация состава после этой игры необходима, это однозначно. А есть кем ротировать? Есть, да, есть. Перестановки сделать, есть, конечно.